так сегодня у нас ухты-пухты можно снимать фильм ужасов кровь это все папа где-то там наш костер вот он родители пошли греть воду вот они идут так же вот вот это у нас это у нас попала бомба чимина не знаю не разбиралась а прям шахту лифтом а в комнате 11 градусов у нас значит собрано вещи в рюкзак чемодан мой рюкзак папин рюкзак на всякий случай у поля ну вот я сейчас внимательно смотрел ваш видеодневник расскажите почему вы решили увести я решила показать своим родственникам как мы собирали снег как мы делали костер как мы готовили кушать потом после авианалета показать последствия потому что ну ты расскажешь человеку он конечно может это представить пофантазировать но но ему нужно видеть видео чтобы прям представить полностью картину вот это собиралась на грейм он растает вот какой снеговичок и нам ударной волной все смыслов абсолютно все все были в квартире все спали но не спали но лежали мы снова были прям под одеялом нас это спасло когда бы начал летать вертолет или самолет над домом и он прицеливался папа пошел топить печку котел а мы с мамой накрылись толстым одеялом мама говорит если вдруг полетят стекла толстая толстый плет нас защитит потом был взрыв все стекла посыпались на нас папа прибегает говорит быстро в подвал спускаться он у него все лицо было в крови но слава богу что он встал с кровати потому что на его кровать упала железная балка от рама от рамы окна когда были вот эти бомбежки про которые вы рассказывали бомбежки всегда с 4 утра до 12 ночи авианалеты всегда круглосуточно почти были мы сидели прям в коридоре не просто в коридоре а в прихожей ален вам известно где сейчас находятся ваши одноклассники что с ними половина одноклассников выехали а половину нету с ними связи если бы они выехали они бы вышли на связь значит они все еще в мариуполе расскажите о том как вы выезжали 16 марта во дворе началось какое-то движение люди собираются выезжать но говорят что расстреливают машины по пути мы не знали что делать поэтому мы помолились и приняли решение выезжать и в итоге выехали сначала были российские блокпосты днр стоял а потом уже ближе к запорожью украинские расскажите расскажите собственную да что вы видели как себя ведут вот эти люди на блокпостах российских они вежливо все смотрели наш багаж багажник они развивали мужчин смотрели татуировки какие-то потом надо блокпосту смотрели у женщин руки чтобы не было мозоли от стрельбы наверное а потом были молодые парни российские узкоглазые они у нас просили кушать поэтому мы дали покушать еду на одном блокпосту папы проверили галерею это совсем чуть-чуть просто глянули одним глазом и все вы понимаете что они ищут наверное какие-то видео фотографии связанные с последствиями после всех бомбы алена знаете ли вы что с вашей школы сейчас она сгорела